Семен из компании Майтона, наших хороших друзей и партнеров, сегодня расскажет про то, как шаг за шагом построить нарратив в своей игре. Большое спасибо компании Майтона за поддержку нашей инициативы с конференции. И вот сейчас, после выступления, будет оглашение победителей в конкурсе на лучший нарратив, на лучший сюжет в игре и много других номинаций, которые проводим совместно с Союзом Литераторов России. Компания Майтона выделили грант одному из победителей. Кто будет победителем, мы узнаем с вами через полтора часа, может даже чуть раньше. Еще напоминаю, что наше сегодняшнее мероприятие проводится в рамках нашей новой образовательной программы «Основа нарративного дизайна в играх» у себя на экране, вы прям можете видеть адрес сайта narrativ.hse.ru. Вот, приглашаем вас приходить к нам на обучение. Оно стартует уже 31 марта, и сейчас можно оформляться на обучение. На следующей неделе будет День открытых дверей, на нем мы там целый час будем как раз про программу подробно рассказывать. Вот, а сейчас приглашаю присоединяться, слушать. И давайте теперь переходить непосредственно к нашему занятию, рассказу, выступлению. Не знаю, как назвать, я надеюсь, чему-нибудь такому полезному, чему мы научимся за ближайший час. Правильно, Семен? Да, спасибо. Да, спасибо большое, что пришли. Давайте начинать. Расшарим экран. Да, сейчас. Вот, также напоминаю, что в конце, ну, у нас вообще в нашем центре развития компетенции в бизнес-информатике, Высшей школы бизнеса, у нас уже шесть лет проводятся образовательные программы по игровой индустрии. Основная наша программа – это менеджмент игровых проектов. Она запускается у нас в конце мая. Те, кто хочет на 9 месяцев с головой погрузиться в разработку игр, получить профессию гейм-дизайнера или начать с проект-менеджмента, или с комьюнити-менеджмента, или с маркетинга, да, и пойти в игровую индустрию, или хочет как-нибудь разработчик делать, запускать собственные игры, зарабатывать на этом, открывать свои студии, вот, я приглашаю присоединяться к этому большому, глубокому обучению, которое теперь возможно не только, если вы очно в Москве живете, но и в формате, когда кто хочет и кто может, приходит очно, а кто не может, тот приходит заочно. Вот, так что присоединяйтесь, в конце мая начнется. А, Семен, а что у нас с расшариванием экрана? Так. Давайте это сделаем. Все получается? Так, появился? Нет, нет, пока не видно. Внизу демонстрация экрана. Должно быть. Давайте сделаем. Так. Что у нас с презентацией? Так, сейчас. Ага, во, все, теперь видно, да, 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 да. Во, все, отлично. Отлично, вы не против, если я буду держать так, потому что я буду переключаться? Ну да, 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 я думаю, так будет удобно. Всем привет еще раз. Меня зовут Семен Нифонтов. Я нарративный дизайнер Майтоны. Я работаю в компании уже где-то пять лет. И занимался сначала Hidden Object играми, это как Seeker's Notes, Raven Hill. Немножко поработал над Match 3. И сейчас я занимаюсь проектом под названием Cooking Diary. Сегодня я буду в основном расшаривать свой опыт, а также высказывать свои мнения, а также делиться инструментарием, которым я руководствуюсь по мере своей работы. Итак, сегодня мы начнем. Сама идея моего выступления заключается в том, что я вот задумался, когда думал, о чем бы я хотел рассказать, то мне пришла такая идея. По сути, каждый проект, наверное, нельзя сказать, нарратив в играх, он кардинально отличается от нарративов в кино, в книгах. И каждый нарратив в каждом проекте, он абсолютно разный. И моя идея заключается в том, чтобы показать наш нарратив в форме того, как мы строим небоскреб. Я покажу, из чего сделан наш домик нарратива Cooking Diary. Расскажу фундаментальные стены, четыре принципа, которых надо придерживаться по мере того, как вы строите свой нарратив. Детально остановимся на персонажах и немного расскажу о том, как я строю свой сюжет. Для начала, что такое Cooking Diary? Это наша игра в жанре тайм-менеджмента, а также симулятор бизнеса тайку. Подача сюжета у нас линейная в форме диалогов между героями, жанр истории, комедии. На данный момент мы написали больше двухсот глав. Каждая глава у нас делится по десять нато диалогов. Итак, я придерживаюсь четырех принципов, когда создаю нарратив. И, во-первых, это геймплей. В чем состоит геймплей о Cooking Diary? Игрок получает заказы от посетителей, и он должен его выполнить. Например, если посетитель хочет бургер, то ему надо сначала пожарить котлету, потом порезать бургер, все это соединить, а потом уже подать клиенту, посетителю. Также я учитываю такой момент, как сеттинг. На нем мы остановимся подробнее. Также наша игра в основном зациклена на персонажах. И то, как мы двигаем фабулу, основится в первую очередь на наших персонажах. Это наш ролик, который набрал очень большую популярность сети, и мы постоянно его все показываем. Почему важен геймплей? Во-первых, геймплей задает основу для будущего сеттинга. Вот мы видим то, что посетители ругаются. Вот справа игрок, и мы видим Джонни, нашего помощника, о котором я расскажу подробно, то есть в чем заключается тайкун. Это постоянная суета, геготня. Посетителю необходимо держать множество рецептов в голове, и постоянно вот эти вот посетители подходят, давят, давят, давят. И игрок сталкивается с тем, что, ну, в первую очередь, с высокой сложностью пройти игру. Из-за этого из геймплея мы, когда делали первоначально кукин-дайри, выделили вот комедийную основу, потому что вот эта вот вся суета посетителей приводит к комичным ситуациям. Также визуал задает тон общему повествованию. Первоначально кукин-дайри – это наша первая игра, одна из первых игр, где задействована анимация. Как вы видите, наш проект кукин-дайри, он выполнен в мультяшном тоне, и это сделано было для того, чтобы, во-первых, удешевить производство. Мы тогда впервые применили технологию спайна, из-за которых множество анимаций стало доступными. И в нарративе мы превратили все это в очень длинный, по сути, мультфильм. Мир игры развивается в соответствии с игровыми механиками. Это мы переходим к сеттингу. Кукин-дайри состоит из множества разных ресторанов, которые должны подаваться игроку последовательно. Например, первый, самый простой ресторан – это бургерная, потом идет пиццерия и так далее, и так далее. Но когда мы делали игру, то не хотели ограничивать нашу фантазию с каким-то определенным местом. Поэтому мы придумали вымышленный город Терристи Хиллс. Это кулинарная столица мира, и это дало нам право, можно сказать, водить в игру множество-множество всевозможных ресторанов. У нас есть и космический ресторан, и подводный ресторан, ну а также все кулинарные школы мира. А также весь нарратив строится на кулинарной тематике, так как все действие происходит в ресторане. Это мы подходим к тому, что надо держать правила времени и места. У нас все диалоги происходят внутри ресторанов, и это наш, как предыдущий спикер сказал, это наш главный и основной ограничитель. У нас есть геймплей, а также сеттинг. Теперь наш мир необходимо населить персонажами. Персонажи я делю на два типа. Это первое, функциональные персонажи, и во-вторых, сюжетные персонажи. В чем их отличие? Функциональные персонажи, они ведут игрока по аспектам игры. Вот в первом случае мы видим Дэйва, который представляет собой магазин. Игрок что-то заказывает, потом приходит Дэйв и говорит, о, ты заказал отличные ингредиенты, держи. Вивьен, этот блогер, она ведет игроков. У нас есть внутренняя социальная сеть, называется Tasty.me, и она является его воплощением в игре. То есть, когда мы входили в Tasty.me, подходила она и вела тутер. Также у нас есть наставник. Это наш дедушка Бобби. Его друг отвечает за кастомизацию в ресторанах, а также за платье, за внешний вид. И Джонни. Так как у нас есть жанр Тайкун, то нам необходим помощник, который будет выполнять на резку, что-то с шарик. То есть, это как геймплейный атрибут. Когда делаете персонажей, то выделяете основные аспекты игры. То есть, наставник – это тот человек, который будет учить нас, как готовить те или иные блюда. Если есть магазин, то нужен какой-то продавец или доставщик, как нас. Помощник – это начинающий повар и популярный человек для социализации. Также я выделяю отдельно сюжетных персонажей. Их отличие состоит в том, что они ведут игрока по аспектам сеттинга. Когда мы создавали Тейсти Хиллс, кулинарную столицу мира, то нам необходимы были персонажи, которые бы раскрывали законы нашего мира. Во-первых, нам необходим был судья, нейтральный человек, который обладает властью. Им в кулинарном воплощении стал месье Лишан, кулинарный критик, который может закрывать ресторан своей раскромной рецензией. Пивен также, как в любом другом мире, она была сначала представлена именно как сюжетный персонаж, наш журналист, который от… «Зачем нужен журналист?» Единственное место и времени мы ограничены тем, что не выходим за рамки ресторана. Мы там прикреплены намертво, но игроку необходимо узнавать о том, что происходит за пределами ресторана. И эту роль берет на себя журналист Вивьен. Она приходит и «Ой, смотри, какой-то марафон происходит, давайте примем участие». Также изобретатель нужен для сеттинга, опять же, ради того, чтобы не ограничивать свой креативный потенциал. Изобретатель может… Ну, это как человек, благодаря которому возможны фантастические разные штуки, вроде восстания роботов или робопомощник, какой-то супер-пупер девайс, благодаря которому можно приготовить любое блюдо на свете. Также игрок. Кукинг Дайри стал одним из первых наших игр, в котором игрок видел себя на экране. До этого вот, если взять хитоны, то игрок себя не видел, там была только аватарка на окне сверху. То есть он себя не видел. А игрок у нас бегает по арене и готовит. Это открывает доступ к тому, чтобы в игре появилась кастомизация игрока. Ну, это большая форма модифицизации. Когда у нас есть геймплей, сеттинг, персонажи, то… А также изначальная идея, то мы начинаем строить фундамент, зачин для нашего проекта. Для новых проектов это одна из самых сложных задач, которые встречаются на пути каждого сценариста. От этого зависит то, как вы будете строить свой нарратив, свой сценарий на протяжении многих-многих лет. Для Кукинг Дайри это уже пятый год пришел. Так, как мы делали наш зачин. Во-первых, игрок должен был откуда-то приехать, оказаться в своем первом ресторане. И он не должен был знать три стихи с самого начала, чтобы игрока тоже познакомить с миром игры. И мы придумали то, что игрок приезжает из другого города, в Техно-сити, в Тейси-Хиллз, чтобы унаследовать ресторан дедушки, нашего наставника. И он будет сперва играть ключевую роль. Итак, тут мы должны учесть геймплей. И игрок должен получить первый ресторан и развивать его постепенно. Но касательно зачина, у нас вот этот дедушка, он легендарный кулинар, у которого была сеть ресторанов, но из-за инцидента, в котором отравился сутья, кулинарный критик, то его кулинарная империя рухнула на часе, и игрок должен ее сперва восстановить. Итак, для начала надо сперва построить небольшой дом, в котором будет 10-15 клав. Это геймдейв играет ключевую роль, поскольку одна из основных показателей удержания игрока строится вот на примере эффективности первых 10-15 клав, в котором игрок должен познакомиться с аспектами игры. Это готовка. В этом нам помогает наш дедушка. А также нужен зачин. Сюжетный зачин – это отравление. Почему кулинарная империя деда рухнула? И это будет… Зачем нужен такой зачин? Сейчас очень много проектов, которые схожи тематике, схожем сеттинге. Вот сейчас очень много кулинарных разных игр. И что их отличает? Во многом, по сути, ничем особо ничем не отличается. И именно зачин будет тем якорем, который будет удерживать внимание игрока. Например, в нашей игре это отравление кулинарного критика. Кто его отравил? И это вносит в нашу игру немного щепотку детектива. Также нам необходим первоначальный первый антагонист. Это действующий кулинарный король, очень богатый человек. Крейтон – популярный повар. И первая задача игрока, помимо того, чтобы найти отравителя, он должен сперва одолеть Крейтона, чтобы впоследствии занять его место. Итак, немножко расскажу о том, как я пишу сценарий нашей игры. Вот представим то, что один эпизод, одна глава – это один этаж нашего небоскреба. В этом случае я учитываю и геймплей, фабулу, а также сеттинг и персонажей. Вот я взял один эпизод, который написал в прошлом году, кажется. Итак, у нас есть... Вот сперва. Этот персонаж, Джонни Марклс, он переехал в Стэйси Хиллс, чтобы стать шефом. Он сразу же влюбляется в свое антипода Вивьен, это который журналист. Его черты характера – это нерешительность, боясливость, но с другой стороны, он верный и скромный. К фабулу. Сперва я определяю то, что должно произойти в эпизоде. Это, во-первых, там небольшая ремарка. Цель Джонни как персонажа – это завести отношения с Вивьеном. И мы столкнулись с тем, что их отношения застопорились, и надо было что-то с этим сделать, придумать что-то, что подтолкнуло бы их отношения к дальнейшему развитию. И я взял за основу Тиндер приложение для знакомств, которым пользуется парень снизу, Дуэйн. Это его друг, ну тоже небольшой антипод Джонни. Это спортсмен, он решительный, он красавец, но с другой стороны, ему постоянно не везет с девушками, он не знает, как себя вести. Ну вот Джонни, у него тоже ремарка, он поэт, пишет стихи анонимно про любовь. И его альтер эго, Дон Жван, он анонимно пишет стихи и очень популярен. Дуэйн думает то, что Джонни очень разбирается в любовных делах и просит его помочь со свиданием. Но он не знает, с кем он смачнулся, скажем так. И таинственной незнакомкой оказывается Дуэйфьен. То есть персонаж, мы помещаем нашего основного персонажа, Джонни, в безвыходную ситуацию. Либо помочь другу, либо как-то оставить, ну, либо сохранить Эйфьен для себя. Но в конце он все-таки помогает Дуэйну. Да. Наша основная проблема с тем, когда мы пишем сценарий для нашей игры, это, во-первых, его объемы. Как я уже сказал, у нас больше 200 глав. И основная проблема заключается в том, что игроки запутываются, теряют основную нить повествования. И вообще каждый игрок, он отслеживает какого-то персонажа или какое-то событие для себя, а за остальным он не следит. И основной инструмент, которым мы пользуемся, это персонажи как несущие конструкции. В чем заключается суть? То есть Дуэйфьен должен стать шефом, и это его основной путь развития как персонажа. Задача, цель Вифьен, которая журналист, это добиться признания в кулинарной сфере. Начнем с того, что ее отец, это тот, который был отравлен, он кулинарный критик, именно печатный, и он не признает того, что блогерство может иметь какое-то значение. То есть он относится свысока к своей дочери. Но что делать с антагонистом, который и так уже всего добился? У него, на первый взгляд, нет каких-то целей. Он уже всего добился, он успешен, он действующий король, но мы в таком случае развиваем его вглубь. Потом выяснится то, что у него было трудное детство, то, что он рос без отца, он улетел в космос и не вернулся. И этот мужчина, Кати, был введен недавно, и он очень нравился нашим игрокам, которые женщины. Он нужен был для того, но его придумали давно, но в игру ввели относительно недавно. Это таинственный друг наставника, и у него особо целей нет, потому что он загадочный. Порой бывает, мы даже сами не знаем, чего он хочет. Также я выделил основные проблемы, с которыми я сталкиваюсь, и немного расскажу о том, как мы с этим боремся. Во-первых, можно столкнуться с тем, что сюжет должен понравиться всем, независимо от культуры, религии, образа жизни и так далее. Когда я только вклинился в Путин, далее я недоумевал. В ресторане человек жарит мясо, в мире же много вегетарианцев, но, оказывается, это особого значения не имеет, и игроки допускают это как игровая условность. Но вместе с тем мы не акцентируем внимание на цвете кожи, на религии и образа жизни. Недавно нам сказали, а почему игра про кулинарию, но нет полных персонажей. Ну, полный персонаж у нас появился. Также, когда строите очень длинную историю, можно столкнуться с тем, что комедия превращается в драму. Ну, я думаю, что в нашем случае это хорошо. Драма, она раскрывается персонажа в клубе. Хоть он персонаж и комедийный, но его потенциал, наоборот, заключается в экране. И нехватка идей. У нас есть множество ограничений. Это, во-первых, то, что мы ограничены стенами ресторана, кулинарной тематикой и персонажами. Мы не можем вводить бесконечно много новых персонажей, потому что это ресурсы художников, кодеров. Но вместе с тем мы можем влиять на разработку гейплея. Во-первых, мы ввели отдельные локации, как декорации. Игрок весьма условно может выбираться в пар, и там происходить диалог в больницу, какой-то другой ресторан. Но в основном я начинаю раскрывать, придерживаться цели раскрытия персонажей и сеттинга. Бывает то, что персонаж исчерпал свой потенциал. Я тут, конечно, хорошо все рассказал, но бывает так, что персонаж исчерпывает свой потенциал. Например, Бобби. Он получился у нас не слишком удачным. Во-первых, потому что он тоже всего добился. Во-вторых, он старый. И в-третьих, он очень добрый и позитивный всеми человек. И его очень сложно бывает куда-то протащить, написать с ним эпизод. Я не думаю, что он как персонаж неудачный, потому что в мире, где у всех проблемы, он как морально-нравственный ориентир появляется, дает какой-то совет и исчезает. Каких принципов надо придерживаться, когда вы строите очень длинную историю? Ну, во-первых, всегда держите в голове, зачем? Это первый и основной конфликт романтический в игре. Это у нас кто же все-таки отравил кулинарного критика. Во-вторых, глубокий персонаж – залог хорошей истории. Как я сказал с Бобби, нельзя делать персонажу, у которого все хорошо, либо который всего уже добился. В случае с Крейтоном это может прокатить. Ну, во-первых, он антагонист, и во-вторых, он молод и достаточно комедий. В-третьих, это не отвлекаться от геймплея. В-четвертых, это надо всегда держать в уме. Даже с линейным повисованием у каждого игрока своя история. Забавный момент – то, что функциональный персонаж у нас вот этот. Как у нас ОБС-подключение? Так. Все ли слышно? Давайте посмотрим. Ага, да. У нас ОБС-подключение срывалось на секундочку, но сейчас все вновь хорошо. Так. Да, 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 все. Продолжаем. Прошу прощения, почему-то ОБС мне написал, что была остановка. Все, продолжаем. Дэйв, хоть он и несюжетный персонаж, он обладает наибольшим количеством реплик в игре, потому что он всегда говорит какой-то комплимент. И в игре, я не знаю, сколько точно, но больше 500 – это точно. И игроки начали думать, что он с ними заигрывает. И он стал дико популярен среди нашего комьюнити. И сейчас основная интрига заключается в том, женат он или нет, потому что один раз его отрисовали без кольца, и это вызвало дикий взрыв в публиках, и все задаются вопросом, в том числе пишут нам, а есть он жена до сих пор или нет. Каждый игрок может отслеживать только одного персонажа или даже вообще не читать сюжет. У нас есть некая статистика, то что сюжет читает не больше 30% всех игроков. Но это нормально, потому что 30% – это очень много. И мы иногда делаем такие специальные эпизоды, вот, например, с Дэйвом. Кликбейтные эпизоды, которые вызывают отклик в социальных сетях, например, у Дэйва заводится тайная покойница. И, конечно, те люди, те игроки, которые отслеживают Дэйва, это постят, а также остальные игроки, которые не читают, либо не отслеживают историю Дэйва, заинтересовываются, а что там происходит? Надо было почитать дневник, и таких игроков мы снова заманиваем обратно в сюжет. И придумайте конец вашей истории заранее. Это тоже основная проблема, то что мы ушли очень далеко вперед, но не сказали до сих пор, кто же отравил критика. Мы-то знаем, мы сценаристы знаем, кто отравил, но зачем надо держать конец в уме? Ну, для того, чтобы, во-первых, отравитель всегда играл какую-то роль в сюжете, и у него не исчерпался креативный потенциал, все драматический, либо, а также развивать сеттинг в нужном направлении. Это мы раскрываем сейчас ингредиенты, из которых состоял яд. Они немного фантастические. Но работа сценариста, во-первых, креативная, и всегда может пойти что-то не по плану. Потому что нарратив сейчас не стоит на месте, он развивается. Также появляются игры с законченной историей, в которых вот где-то в середине. Сама история заканчивается, но сам нарратив продолжается. И мы всегда находимся в поиске новых каких-то идей. Ну, у меня все. Сейчас включу здесь. Ну что ж, спасибо большое за такой рассказ. Давайте задаем, как раз у нас есть 10, даже 12 минуточек на вопросы. Давайте позадаем Семену вопросы. Спасибо, очень крутой разбор на реальном примере. Спрашивают, где найти потом презентации. Вот я напоминаю, что презентации будут выложены на нашем YouTube-канале. Вот, я сейчас в чате сразу же сброшу ссылочку на наш YouTube-канал. И презентации, все видеоролики с сегодняшнего дня будут размещены. Вот я сбросил в чате. Вот, все видеоролики будут размещены на этом канале. А в описании каждого ролика будет ссылка на презентацию. Так что презентацию и видеоролик выступления Семена можно будет там посмотреть. Вот, подписывайтесь на канал. Ну, собственно, там ставьте лайки и все такое. А еще мы разошлем растылку всем, кто сегодня был на... Ну, всем, кто регистрировался на мероприятие. Разошлем растылку с материалами. Вот, пошли вопросы, и вопросов много. Легко ли работать с фидбэками? Выбрасывать свои идеи? Сколько людей работает над одним сюжетом, Семен? Вот, очень хороший вопрос про сюжет. У нас в проекте сейчас пятеро сценаристов. И где-то года два назад, когда мы зашли очень далеко в память сюжета, где-то после 150-й главы, я начал применять такую методику, которой придерживаются сценаристы сериалов. Ну, это, во-первых, обсуждение. Мы каждый пишем свой эпизод, выкладываем общий доступ и начинаем обсуждать плюсы, минусы. Ну, сейчас, когда придумываем, ну, придумываем в основном сюжет сразу на весь эпидейт, это, ну, за раз выдаем где-то шесть глав. Каждый сценарист пишет по одной главе. И фабула, вот, про которую я рассказал, каждый сценарист берет себе по одной такой фабуле идеи, что должно произойти в этом эпизоде. И, беря такой эпизод, сценарист ее раскрывает, а потом мы обсуждаем. Вот. Сразу несколько вопросов на такую тему. Насколько отзывы игроков имеют влияние на игру, ее сюжет, ее персонажей? Как вы вообще работаете с фидбэком от игроков? Вот, очень большое влияние имеет. Вот я сказал, что надо учитывать то, что у всех игроков разные взгляды на то, что происходит в мире. И мы в своих сюжетах не касаемся вот темы религии, расы и так далее. Ну, когда что-то провелькает, кто-то обиделся, мы, конечно, это переписываем. Также фидбэки, которые, ну, вообще, да, пишут про Дэйва. Сейчас мы думаем, а может он и вправду уже развелся с женой или нет. Потому что необходимо постоянно держать внимание игроков, удерживать внимание игроков. Так что, да, фидбэки имеют значение. Ну, они, как правило, нацелены на что-то одно. Мы не получаем фидбэков глобальных, типа, будет ли какой-то мир или что-то. Ну, недорогие. Мы получаем фидбэк в основном конкретный. Кто-то обиделся или вот действительно Дэйв женат или нет. А касательность сюжета. Бывает, спрашивают, а поженятся ли Джонни и Виффиен. Мы это учитываем, но можем, да, написать какой-то эпизод специально по просьбе игроков. А вот спрашивают, есть ли универсальный кликбейт на старте, чтобы заинтересовать игрока? Обязательно ли это должна быть драма, какая-то жесть, брошенка с ребенком, подар, отравление, крах или нет? А кликбейт применяется сейчас, как я в основном смотрю в роликах рекламных. Ну, как я тут сказал, когда, ну, первое начало, это зачин кликбейт. Зачин должен быть, ну, да, сейчас, наверное, скорее всего, должен быть немного кликбейт, но мне очень нравится, есть проектов, которых матчинг там меньше, кажется. В основном действуют такие зачины, как загадка, исследование, допустим, это хорошо работает в hidden object играх, либо что-то переворачивающее, все снова, как в рейде. То есть там игра начинается со смерти. Но это не совсем наш шампинг. Ну, скорее всего, да. Зачин должен быть кликбейт, чтобы удерживать тоже внимание игрока. А вот про зачин продолжаются вопросы. Может ли в процессе работы главный зачин полностью замениться на другой? Я хотел об этом рассказать отдельно, да, потому что, ну, не влезло. Вот когда мы начинали разрабатывать Cooking Dairy, там было такое в мобильных играх, то, что зачин не прекращался, не разрешался вот никогда. А сейчас ситуация, я думаю, нарратив тоже развивается, меняется. Но это хорошо видно. Во-первых, мне нравится такой зачин, когда он разрешается, но открывается другой уровень зачин. Например, как в «Силиконовой долине» в сериале, где герой должен просто добиться успеха. Он добивается успеха, заканчивается первый сезон, второй сезон тоже он должен добиться успеха, но уже миллиард, много миллиардов, вот так далее. Сюжет зачин всегда бывает разный. А вот про зачин продолжаются вопросы. Как понять, когда привести игру к финалу, дать ответ на зачем? Я завершу. Я пока сам не завершил ни одной игры. Так что это очень актуальный, конечно, вопрос. В мобильных играх, скорее всего, на это ответят продюсеры, которые занимаются в курсе актуальности проекта. Это зависит, наверное, от производственных метрик больше. Мобильную игру вообще обидно завершать. Если завершил мобильную игру, значит, она перестала зарабатывать. Не хотелось бы, чтобы когда-нибудь такое происходило. Да, не хотелось бы. А вот вопрос про методологию разработки. Какой методологией разработки вы пользуетесь для совместного создания сюжета с коллегами? Agile, Waterfall, итеративный, V-model, инкрементальный, RAD, Spiral, какими-то, может быть, еще необычными фреймворковыми или методиками? Ну, у мобильных игр, ну, все разные, все проекты строятся по-разному, потому что система подачи и нарратива у всех проектов разная. Например, в Hidden Objectах, он не поделен на главу. Кто-то приходит, что-то хочет, 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 хочет. А у нас, да, в каждом эпизоде по 10-12 реплик. В основном я использую классическую трехактную с комедийным подтекстом. Это методология нарратива, да. Тут имеется в виду скорее про управление командой, project manager. Ну, я так понимаю, это просто не ваша тема, да? Это скорее тема проектных менеджеров и продюсеров. которые внедряют у вас в компанию разработки. Ну, для сценаристов очень хорошо метод Хирша работает с комедийным жанром. Да, у сценаристов, да, свои методики работы, не связанные с методологией управления проектами, да? Так, вот еще какие есть у нас вопросы, давайте посмотрим. Расскажите, пожалуйста, как пришла идея делать ивент очень странные дела с Нетфликсом. Легко ли их было уговорить на это? А, это тоже, наверное, вопрос не ко мне. Потому что нам просто поступает задача. С Нетфликсом просто пришла задача придумать какой-то сюжет, где, это было очень сложно, кстати, придумать сюжет, где участвовали бы, где было бы возможно участие персонажей из очень странных дел, а также их сеттинг, слить в Айдюна с нашим было бы сложновато. Ну, нам приходят просто такие задачи. А вот для этих, ну, для творческих людей вообще, ну, вот часто очень сложно взять и выбросить какую-то свою идею. Вот, например, что-то придумали, да, пришел фидбэк от продюсера, что нужно переделать по ряду каких-то там причин, которые вроде и логичны, а вроде и нет. Ну, и вот, легко ли вообще работать вот с такими фидбэками, когда приходится свои какие-то идеи выбрасывать? Вот сама идея, то, что мы обсуждаем прилюдно, она появилась недавно с ростом команды, когда управлять сюжетом стало сложнее. Во-первых, переписываться, переписывание, довольно частое явление, потому что меняется механика, меняется культурное предпочтение, что-то становится неактуальным. Переписывать приходится регулярно, особенно первые главы, которые касаются зачина. А касательно фидбэков, иногда бывает очень полезно получить мнение со стороны, потому что сценарист, когда долго пишет какую-то одну главу, степенно замыливается глаз, и даешь свою работу другому. Это помогает выявить проблемы, или то, что в эпизоде бывает вообще ничего не происходит, но сценарист, который это написал, этого не видит, потому что он хотел раскрыть нечто другое, например, сеттинг, но вышло, например, не очень, и получение фидбэков всегда полезно. Ну что ж, вот, наверное, финальный вопрос. И можно, я думаю, уже свернуть расшаривание экрана. И вот финальный вопрос. Как вы выявляете возможные сюжетные дыры, и сколько раз обычно дорабатывается эпизод? Эпизод мы обычно пишем одну неделю, но это достаточно быстро. Мы не занимаемся только сюжетом. Нарративный дизайнер занимается вообще всем, что касается текстов. Так, а в чем можно повторить вопрос? А как выявляются возможные сюжетные дыры, и сколько раз обычно дорабатывается эпизод? Такой вопрос был. Сюжетные дыры выявить очень легко. Вот у нас сюжет двигают персонажи. Поэтому сюжет должен строиться из того, из целей персонажа. Если он где-то выбился, допустим, Джонни, Джонни не может передумать, стать шефом. Это его конечная цель. То есть надо всегда держать в уме цель персонажа. У нас сюжет двигает в основном персонажа, потому что у нас подача сюжета диалоговая. Но в каждом проекте по-другому. Например, в хитденах двигательная система является сеттинг, а не персонажа. Допустим, как пример, появляется какой-то портал, и оттуда вылезают монстры. Надо что-то с этим делать. И персонажи помогают с тем, чтобы решить проблему. А у нас наоборот. У персонажа, исходя из его личных целей, появляется проблема. В том эпизоде про свидание Джонни проверяет на прочность отношения с Вивьен. То есть хочет ли он все еще отношений или поможет другу. Ну, у нас сюжетная линия у каждого персонажа своя. И отслеживая, от кого персонажа можно увидеть сюжетный дыр, где он отклонился от наличного курса. Сюжетные дыры в сеттинге бывает отследить сложнее, потому что там уже конкретно... Ну, чаще всего бывает такая ошибка, то что по ходу действия название какого-то предмета меняется. То есть забывая... Можем забыть, как выглядел какой-то эликсир фиолетовый или красный, или синий. А также мы введем глоссарий, где перечисляются основные события. То есть краткий конспект эпизодов, где что-то произошло. Это помогает отслеживать. Ну, Саш, спасибо большое, Семен, за интересную и полезную лекцию с конкретными примерами. И я напоминаю, что у нас сейчас идет конференция по нарративу в играх. И давайте скажем спасибо Семену в чатике. Спасибо большое. Спасибо вам. Это очень здорово. Спасибо. 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 Спасибо.